Происходило все достаточно, скажем так, сложно, как и для людей, так и для их понимания и для самого процесса свершения этой сделки. Здесь нам дают, конечно, послабление именно в части экономии наших денег именно на аториальных услугах. Детские доли подлежат прямо повышенному вниманию как со стороны органов опеки, так и со стороны нашего государства. Друзья, раньше, когда вы регистрировали сделку купли-продажи со стороны продавца или покупателя, а у самого объекта недвижимости было несколько продавцов, все мы дружно и толпой шли к нотариусу. Теперь с 1 августа в эту систему внесены изменения. Какие? Обсудим с нашим гостем. У нас в студии Наталья Денега, эксперт по недвижимости группы компании «Метро». Доброе утро! Здравствуйте! 1 мая 2019 года наш президент Российской Федерации подписал закон федеральный номер 76, который гласит и вносит поправки в статью 42 Федерального закона 218 об отчуждении государственной регистрации недвижимости. Вносит поправки именно в части оформления нотариальных сделок. Закон, значит, опубликован в нашей российской газете 1 мая, соответственно, вступает через 90 дней с момента опубликования в российской газете. Эта дата у нас, точка отсчета, наступает 31 июля или с 1 августа текущего года. То есть все изменения именно в этой части, изменения федерального закона наступают именно с 1 августа. До этой точки отсчета как происходило все? Происходило все достаточно, скажем так, сложно, как и для людей, так и для их понимания и для самого процесса совершения этой сделки по отчуждению недвижимого имущества. До этой даты любое имущество, в котором есть несколько собственников, сособственников, включая детей, проходили только в обязательном порядке через нотариальные услуги, через нотариуса. То есть мы подготавливали пакет документов, достаточно объемный для совершения этой сделки, и задавали на проверку к нотариусу. Нотариус проводит большую техническую экспертизу на юридические моменты этих документов, назначает дату сделки, где мы должны обязательно в полном составе прибыть как продавцы, так и покупатели, и подписывать уже нотариальный договор об отчуждении этого имущества. Могу заметить, что данные действия нотариальные очень били по карману наших продавцов. Работа по проверке документов, называемой так сокращенно УПТХ, правового технического характера проверка документов, стоит у всех нотариусов базовая цифра 6500 рублей. Это базовая. Следующая госпошлина здесь возникает 0,5% от стоимости имущества, указанного в договоре. Если мы продаем доли в комнатах, пускай это коммунальные квартиры, то в среднем продавец оплачивал 6, 8, 10 тысяч. Если продается квартира в целом, с детскими долями, с любыми сособственниками, неважно сколько количество, цена такой сделки доходила до 21 тысячи. Это только продажи. А если у нас еще согласно по детским долям приобретение одновременно, то это плюс еще 15-17 тысяч от покупки долей в следующем объекте недвижимости. Но это было раньше, до изменений. Как будем поступать теперь? Какими документами будет регламентироваться действие с недвижимостью? Регламентироваться будет вот именно теми самыми поправками, которые я озвучила. Здесь нам дают, конечно, послабление именно в части экономии наших денег именно на нотариальных услугах. Если все собственники находят время и приходят на отчуждение долей одному или двум покупателям, то это уже не нотариальная сделка. То есть согласие обоюдное всех, все продают, все согласны, это уже не нотариальная сделка. Но есть маленькие отступления, то есть в любом законе есть небольшие исключения. На них бы я хотела, конечно, остановиться. Прежде всего, нотариальные остаются сделки, где присутствуют несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные дееспособности люди или дети. Такие сделки все-таки сохраняют нотариальные действия. Я считаю, это правильно, потому что нотариус все-таки государственное лицо, которое отвечает за свершение этих сделок. И детские доли подлежат прямо повышенному вниманию как со стороны органов опеки, так и со стороны нашего государства. И чтобы продать эти детские доли, необходимо пройти органы опеки и попечительства. То есть это неизменно остается у нас. Второй момент. Сделки по отчуждению долей, когда собственники приходят на сделку, не все. То есть отчуждается только доля от целого. Такие сделки нотариальные у нас сохраняются. И еще третий момент. Это сделки по приобретению недвижимости в долевую собственность с супругами. Наше законодательство подразумевает общую совместную собственность и долевую собственность. Долевая собственность – это договорные действия между супругами. То есть они договорились, у кого какая доля. Совместное владение имуществом – это уже на законодательном уровне. Там 50 на 50. Да, там 50-50 условно. Вот именно в части долей между супругами еще требуется составление брачного договора. Это тоже нотариальная сделка. Как договорились, так продали. Это все через нотариуса. У нас есть вопросы, которые мы подготовили от телезрителей и хотели бы их сейчас задать. Супруги в равных долях владеют квартирой без ипотеки. Желают ее продать третьему лицу. Как проходит такая сделка? Данная сделка будет уже после 1 августа проходить ненотариально. В свободной письменной форме договора или соглашения. Скажите, пожалуйста, хотим купить квартиру на всех членов семьи. Мы с мужем и двое несовершеннолетних детей. Есть ли необходимость в нотариальной сделке? То есть получается это, когда у нас покупатели. Со стороны покупателя есть несовершеннолетние дети, а не со стороны продавца. Если вы приобретаете муж, жена и дети в собственность, квартиру, то в данном случае, если муж и жена приобретают совместную общую собственность, а дети в долях, это ненотариальная сделка. Дом с землей купили в ипотеку с использованием материнского капитала. Ипотеку закрыли. Договор купли-продажи оформлен только на супруга, а не в совместную собственность. Сейчас должны наделить долями всех членов семьи. После 1 августа смогут ли сделать это без нотариусов? Да, конечно. Это ненотариальное соглашение будет, но этим даже можно и сейчас воспользоваться. Это будет ненотариальное соглашение. У нас с братом на двоих квартира в общей долевой собственности. Может ли брат подарить мне свою долю полностью, без нотариуса? И входит ли в понятие отчуждения договор дарения вообще? На сегодняшний день брат только нотариально может подарить свою долю. Что будет после 1 августа? Росреестр нам пока таких комментариев не дает. У меня с мужем и детьми есть квартира в долевой собственности. Разделили после выплаты ипотеки так, как и вкладывали материнский капитал. Хотим ее продать и приобрести другую квартиру в другом районе. Дети несовершеннолетние. Нужно ли заверение сделки нотариуса? Это как раз тот случай, когда нотариус выступает обязательным лицом при проведении данной сделки. Здесь у нас в квартире есть несовершеннолетние дети. Естественно, мы проходим органы опеки и попечительства, которые дают свое согласие или не согласие на совершение этой сделки. И только после этого идем к нотариусу, подаем вот эти все документы. И нотариус оформляет договор по отчуждению данного имущества с одновременным приобретением следующих долей в другом недвижимом имуществе именно для несовершеннолетних. Это нотариальная сделка. Хорошо. На самом деле, спасибо зрителям за вопросы. Если еще у вас появятся, можно сказать, каким образом проконсультироваться? Проконсультироваться можно в любое время, скажем так, в рабочее. Мой телефон 8-910-973-28-90. Всегда на связи. Зовут меня Наталья Николаевна Дейнега. Пожалуйста, обращайтесь по таким вопросам и по любым другим частным случаям готова дать вам консультацию. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое за вопросы. У нас в гостях была Наталья Дейнега, эксперт по недвижимости группы компании «Метро».